Здравствуйте, дорогие подписчики! Новички, присоединяйтесь! Вы на канале Процветок. С вами Ольга Дуброва. Что я буду делать, а значит и вы, что вы будете делать со своими ирисами весной? Весна – ответственная пора, поэтому надо быть внимательными к тому, чтобы наши ирисы здоровыми вошли в сезон. Обратить внимание надо в первую очередь, если у вас есть ирис карликовый, потому что он первым начинает вегетацию и первым зацветает. Уже в начале мая могут появиться его красивые, не очень большого размера цветочки. Ну а то, что касается ириса бородатого, то его процесс цветения начнется позже. Конечно, всю листву, которая была у ириса прошлогодняя, мы должны были обрезать еще с осени. Но у кого-то могло это не произойти, поэтому будьте внимательны. И все-все листочки, которые поражены, высохшие, необходимо удалить. Удалить и затем утилизировать так, чтобы они, если вдруг они пораженные, они наверняка пораженные, потому что грибковая пятнистость – это обычный спутник, особенно бородатых ирисов. Поэтому утилизируем так, чтобы не было заражения для других растений. Возможно, даже и сжигаем. И потом я сейчас сообщу вам такую новость, что я понимаю, что ирисы размножают, делят, рассаживают ближе к осени, то есть спустя 6-8 недель после того, как они отсвели. Но хочу вам сказать, если вы вдруг в прошлом году этого не сделали, то абсолютно не составит никаких опасностей и большого труда для вас сделать это вот именно сейчас, до наступления полной вегетации растений ириса. Не бойтесь того, что повредятся цветочные почки. Я вас сейчас научу, что с ними проделать. Давайте посмотрим. Сначала подходим к нашему растению, которое мы упустили, не успели, оно разрослось, и мы хотим его омолодить, либо рассадить с целью создать новую какую-то клумбу, либо еще какие-то у нас есть задачи. И определяемся. Вот у нас такое гнездо назовем, маточное растение. И определяем, какую часть мы хотим рассаживать. Ой, здесь попалась фумария, вряд ли я доберусь, но жалко, это такой эфемероид. Сейчас она так миленько цветет, а потом она куда-нибудь отсажу. Потом она исчезает, такие весенние цветочки. Значит, определяемся. Здесь, видите, поросло мхом, вполне такое старое растение. И в моих планах рассадить его. Сначала я нахожу часть, которую мне надо отделить. Вырезаю от маточного растения ножом. Подрезаю, потому что и отсюда корешки пошли. Нож берите такой, который мне жалко, но который острый. Ну и тут можно подкопать, а можно было бы и так, потому что корневая система находится в верхней части грунта. Корешки мы сохранили. Сверху убираем все, что нам не нравится. И осматриваем на предмет того, вот он легко разделяется на две деленки. Нету ли здесь каких-нибудь гнили. И что вы думаете, они есть. Удаляем все до здорового. Следующая история с ирисами заболевания – это корневые гнили. Если весна вам показала, что есть такое место, где совершенно вот такая вот уже каша слизкая, то можно взять ложкой, вычерпать это все и обработать либо зеленкой, либо раствором марганцовки, немножко подсушить, потом пересаживать. Эти корешки, которые здоровые, я трогать не буду. Буду все манипуляции делать быстро. Те, которые немножко видно, они уже здесь подопрели, возможно. Иногда люди укрывают какие-то особенные сорта бородатых ирисов, поэтому торопитесь весной все это убрать. Помните о том, что не надо заглублять эти корневища, потому что произойдет выпривание. Вот я обработала так, чтобы не было старых корешков, которые затем будут просто загнивать и быть источником дополнительной инфекции. Все. Дальше будем очень быстро работать, чтобы вот эти сасывающие корешки не подсыхали. Даже можно вот так вот проделать, пока мы следующую ямку где-то там будем переносить растение, пересаживать, где наш еще один клубишок. Здесь тоже немножко есть поврежденные части. Обрезаем до здорового. Образовалось уже три штучки. Ну и так далее. Снова обрезаем все нездоровое. И пока присыпаем, чтобы корешки не пересыхали. Что у нас тут еще видим? Одуванчик сидит. Значит, убираем. Можно тяпочкой с несколькими зубчиками. Можно просто руками. Убираем все эти вот заросли мха. Ямка, которая образовалась, она нам пригодится для того, чтобы туда насыпать удобрение. Удобрение может быть как натуральное. Это гранулированный коровий навоз. Очень удобно. Для такого кустика подойдет буквально чайная ложка. Мы рассыпаем сюда и перемешиваем с почвой. Засыпаем. Вы можете подсыпать свежий из земли, хороший, какой-нибудь компостированный. Свежий навоз мы никогда не добавляем, потому что, во-первых, снова те же бактериальные заболевания и корневые гнили могут быть. А если их не будет, если даже навоз очень хороший, то тогда может что произойти? Мы не дождемся цветения. Я вот походу еще обнаружила пораженную часть растения. Не молодое, поэтому этих частей будет всегда больше у старого растения. Все это мы утилизируем потом. Можно использовать готовое удобрение. Я не встречала у нас удобрений для ирисов, поэтому любое удобрение, которое в составе своем может звучать так. 8, 10, 10. 6, 8, 10. 10, 10, 10. Это фосфоразот калий. Для тех, кто еще не помнит. На такое растение достаточно неполной столовой ложки. Посыпаем поверху. А когда мы их подкармливаем, спросите вы? Пусть будет ориентир такой, когда начинают в садах цвести тюльпаны. Это самое время для того, чтобы растение смогло поглощать те вещества, которые вы им предоставляете. Не стремитесь к большому количеству азота. Кажется, о, какая красивая листва. Снова же будет ущерб цветению. И снова же жирующие листья, они быстрее повреждаются бактериальными заболеваниями. И грибковые различные поражения быстро к ним, с ними приключаются. Ну, вот так. Как мы будем сажать то, что откопали? Естественно, надо скопать на штык лопаты. Ирицы, в принципе, переносят любую почву, лишь бы она была не тяжелая, не суглинок. Ну, пусть будет так. Снова же под основную обработку мы вносим комплексное удобрение. Не смею. Это будет запас, которого на первый год, смотря какое, конечно, удобрение, но если оно комплексное, например, фертика, то хватит на целый год для молодого растения. Когда вы сажаете деленки, то надо располагать сами деленки так, чтобы... Я убираю в процессе все поврежденные старые листики. Располагать так, чтобы вот эта плоскость листиков были все деленки в одной плоскости. Немножко так делаем углубление. В углублении делаем немножечко горочку, расправляем корешки и присыпаем. Так, чтобы верхняя часть оставалась снаружи. Вот это посадка. Дальше. Снова немножко заглубляемся. Делаем горочку. Присыпаем, прижимаем. Замечательно. Следующее растение. Смотрим. Плоскость, плоскость, плоскость. Возможно, здесь я показываю вам, что очень близко. Надо сажать на расстоянии сантиметров 30-40. Ну, сколько вскопало, столько и показываю для образца. Посадили. Чем хороша весной посадка? Тем, что в почве достаточный запас влаги. Поливать дополнительно не надо. Еще будет много дождей, гроз и ливней, которые внесут естественную влагу. Да и ирисы не очень-то и любят излишнюю влажность. Особенно, когда старые и загущенные посадки. Либо рядом в цветнике какие-то листья, которые мешают проветриванию. Поэтому следите за тем, чтобы листья других соседних растений не препятствовали движению воздуха. Это будет подсушивать. Значит, позже, а может быть и вообще, избавит вас от пятнистости на листьях ириса. Пусть ваш материал будет здоровый и вам здоровья. Усим дякую, кто в ряде умения. До слухов до конца. До новых сустрэш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова